Записки Флэша Сентри. Тетрадь седьмая. Пятеро добрых. Введение. Из всех достижений принцессы Твайлайт Спаркл коих множество. Наверное, самое впечатляющее, самое весомое — школа дружбы. Это заведение, существующее и в наши дни, обучает класс за классом юных пони, помимо других видов, буквальной магии дружбы. Должен сказать, я и сам посещал школу, будучи юным жеребчиком. Учитывая важность школы в истории Эквестрии, неудивительно, что Флэш Сентри оставил свой след в ее почтенных стенах, хоть и не желая того. Именно эта связь изначально привлекла меня к этому эпизоду мемуаров. Как обычно, Флэш дает нестандартный взгляд на повседневную жизнь той эпохи, хотя и с характерной для него прямолинейностью. Такая перспектива бесценна для всех, кто изучает историю, и потому это моя основная цель публикации записок с Энтри. Любое раскрытие личной жизни Флэша, конечно же, совершенно случайно. К истории нужно относиться с остраненной объективностью. И, как обычно, в сносках я предоставлю необходимые уточнения и комментарии. Джордж Макинтош Фрэсиан Глава первая Контекст — это все. Совершенно невинное замечание из уст одного пони становится неописуемо пугающим. Когда его озвучивает другой, точнее, практически все, что Кэра Топ, она же специальный агент Голден Харверст, когда-либо говорила мне. Но из всех многих-многих случаев, когда эта кобыла едва не убила меня прямо или косвенно, самым пугающим оказался, когда она однажды за завтраком задала мне простой вопрос. — Сэнтри, как это относится к детям? — Я подавился и едва не захребнулся кофе, но справился и слегка улыбнулся. — Я не слишком об этом задумывался. — Довольно честно ответил я. Тем временем я тут же начал вспоминать свой график за последние два месяца, сверяя с настроениями и кулинарными предпочтениями Кэрот за тот же период. За многие годы я побывал во многих отвратительных и опасных местах Эквестрии и нескольких соседних стран. — Но когда сердце останавливается, пока я сижу в своей скромной квартирке в Кантерлоте, это что-то новое. — Не удивлена. С яркой улыбкой ответила Кэрот и пододвинула ко мне по столу открытый конверт. — А вот... — Ты вскрывала мою почту? Разве это не незаконно? Кэрот топ изогнула бровь и глотнула кофе. — Логично. — Ответил я и взял письмо. — Дорогой флэш-сентри, Я вновь хотела бы поблагодарить вас за вашу верную службу не только мне, но и всей Эквестрии. Знакомая с вашей отвагой и находчивостью лично, я знаю, что они подли. К счастью, я пишу это не относительно ваших военных талантов, а силы духа и личности. Я уверена, вы знаете, что недавно я открыла школу дружбы в Паневиле. И как бы я не хотела видеть вас среди преподавательского состава, знаю, что ваша служба в Королевской гвардии делает постоянную работу в школе невозможной. Тем не менее, вскоре у нас будет проходить первый фестиваль дружбы. И я бы очень хотела видеть вас в качестве приглашенного докладчика. Я знаю, мои ученики смогут многое узнать об отваге и верности от пони вроде вас. Ваш друг Твайлайт Спаркл. Постскриптум. Хоть я и знаю, что вы всегда будете рады помочь, несмотря на обстоятельства, я считаю, что должна компенсировать вам затраты времени и тому подобного. Я с радостью предоставлю вам командировочный. И с титула все же нужно извлекать выгоду, не так ли? — Тартар, побери! — облегченно рассмеялся я и осел в своем кресле. — У нее что, теперь школа есть? — Об этом писали во всех газетах шесть недель назад. — Ты что, за новостями не следишь? — Думаю, мы оба знаем ответ на этот вопрос. Потер я переносицу. — Так ты едешь? — Конечно. — Ты же знаешь, как это работает. Принцесса просит. Эквестрия подчиняется. Я допил кофе и поставил пустую чашку на стол. Думаю, ведь могло быть и хуже. Принцесса Твайлайт могла написать об очередной миссии дружбы или чем-то подобном. И за мной бы гонялся злющий дракон, желающий меня сожрать. — Спокойно, Сентри. Все с той же яркой улыбкой ответила Кэрот. — Тут все просто, и ты знаешь об этом. Тебе надо лишь показаться там и выглядеть впечатляюще. Никаких отличий от обычного великосветского приема. — Разница будет. — проворчал я. — Это школа. И потому клянусь, во всем здании не окажется и капли выпивки. — Расслабься, Сентри. Все будет не так уж и плохо. — Ага, уверен. — Будет хуже! — простонал я. — Не знаю как, но уверен, что будет хуже. — Тебе на такие вещи надо просто смотреть оптимистичнее. — ответил Кэрот, пожав плечами, что подчеркнуло их крепкую, но незаметную мускулатуру. Затем откинуло кудрявую гриву и наградило намекающим взглядом. — И в поневиле мы можем остановиться у меня? — Ну, раз ты так ставишь вопрос, то все не так уж и плохо, — ответил я, покачал головой и поднял копыта. — Но если в поневиле вторгнется чудовище опять, мы первым же поездом уезжаем из города. Принцесса Твайлот и ее подруги смогут и сами справиться. — А затем, через секунду, мне накрыло ужасное понимание. — Они же могут? — Ммм, обычно — да. Началось все мирно, что обычно первый признак того, что пора делать ноги. И снова это намек для вас. Но все же, к добру ли к ходу, вскоре Кэрот и я с удобством устроились в купе поезда на поневиле. Первого класса, конечно же, принцесса Твайлот выделила нам щедрой командировочной, и было бы грубостью не использовать их. И потому я подтягивал отличнейший Брэнди и любовался в окно на пейзажи. Кэрот прижалась ко мне и листала газету, время от времени тоже подтягивая Брэнди. За окном солнце начало погружаться за горизонт, заливая леса и сельскую местность теплым розовым светом. Даже сейчас, все эти годы спустя, это самые дорогие мои воспоминания. Просто двое пони в поезде, тихо наслаждающиеся компанией друг друга. Ни заданий и чудовищ, ни убийств. Все это будет потом. Поезд прибыл в поневиле по расписанию, оповестив о себе скрипом тормозов и сбрасыванием пара. Кэрот отложила в газету и посмотрела мимо меня в окно с профессиональной паранойей шпиона. — О чем ты беспокоишься? — спросил я, чуть отклонившись, чтобы ей было видно лучше. — Разве ты тут не живешь? — Тебя ждет принцесса Туайлайт. — И точно. Фиолетовая принцесса дружбы стояла на перроне, ожидая вашего покорного слугу. Кэрот аккуратно постучала меня по плечу. Аккуратно по ее стандартам, то есть она мне ничего не сломала. — Наверное, будет лучше, если принцесса не будет видеть нас вместе. Прикрыть ей все дела. — Уж не ревность ли я слышу? — отозвался я. — Хоть тонко было бы исключительно профессиональным, что, честно, гораздо хуже. — Хм, вряд ли. Покачала головы Кэрот, аккуратно складывая газету и откладывая ее в сторону. Просто поездка была долгая, вот и все. — Будь осторожен, Сентри. Не сожги школу. — Ничего не могу обещать. — Я так и знала, что ты это скажешь. Кэрот топ наклонилась, чтобы легко и быстро меня поцеловать. И, прежде чем я успел это осознать, выскользнула из купе. Я следовал за ней буквально по пятам. Но когда выглянул в коридор, то она уже растворилась в толпе высаживающихся пони. Я вернулся в купе, чтобы допить бренди и разгладить несколько складочек на парадной форме. После чего пошел на штурм толпы. Несколько толчков и неискренних извинений спустя я выбрался из вагона и с наслаждением воспользовался возможностью расправить крылья. — Флэш, вот вы где. — Помахала мне принцесса Твайлайт полная нервного девичьего энтузиазма. Если не обращать внимания на крылья и рог, то ее можно было принять за очередную понивильскую провинциалку. Рада, что вы смогли приехать. — А я рад быть тут. — Галантно поклонился я в ответ. — И у нас тут небольшая накладка в расписании. Ничего особенного, но я не думаю, что вы будете против прочитать свою речь немного раньше. — А насколько раньше конкретно? — Моргнул я. — Как только мы окажемся в школе? С осмущенной улыбкой ответила Твайлайт. — Я не хочу давить, но у нас тут парочка загвоздок, вот и все. — Рейнбо Дэш до последнего ждала правильных облаков для демонстрации воздушной акробатики, потом у Флутершай случилась проблема с корзиной хорьков, но если кратко, нам нужен кто-то, способный выступить перед учениками и заполнить дыру в расписании. — Это хорошо, так как я знаю, что вы ответственный пони и использовали время поездки, чтобы записать свою речь на карточках. Уголок глаза принцессы Твайлайт начал подергиваться. — Конечно! — с очаровательнейшей улыбкой солгал я. — Отлично! Тогда не будем тратить времени зря. И прежде чем я успел пискнуть от ужаса, рок-принцессы Твайлайт засиял и вспыхнул, а я вновь почувствовал пренеприятное ощущение магического переноса из одного места в другое без пересечения разделяющего их пространства. Свет помер, а я подавил рвоту. Как только голова перестала кружиться, я осмотрелся. Оказывается, мы были в маленькой комнатке с выкрашенными зеленой краской стенами, скрыто за занавесями. Принцесса Твайлайт выглянула в щелочку занавесей и кивнула себе. — Мы как раз вовремя идем. И она пошла, не оставив мне иного выбора, кроме следования за ней. Тем более я не знал, где нахожусь. Яркое, слепительное освещение встретило меня, как только я вышел из-за занавеси прямо на сцену. Я прищурился и увидел большой зал сотни или около того молодых любопытных лиц, смотрящих на меня. Твайлайт подошла к кафедре в центре и разразилась с долгой, а также по ее неведению полной лжеречью о моих достижениях, добродетелях и тому подобном. Ее похвалы разносились по залу, усиливаемый небольшим микрофоном, который изгибался над кафедрой, как маленькая удочка. С одной стороны, я был безмерно рад тому, что моя раздутая репутация подкрепляется кем-то вроде самой Принцессы Дружбы. С другой стороны, не похоже, что благодаря этому мне светят бесплатные напитки. — И потому я с гордостью представляю вам лейтенанта Флэша Сентри! Принцесса Твайлайт взмахнула копытом в мою сторону, и я как можно более геройской походкой вышел на сцену. Положив передние копыта на кафедру, я дождался, пока утихнут вежливые аплодисменты. — Эммм... Прочистил я внезапно пересохшее горло, из-за чего микрофон протестующе запищал. — Эмм... Привет! Кто-то в задних рядах кашлянул. — Ну, хорошо тогда! Начал я. — Как вам любезно сообщила Принцесса Твайлайт Спаркл, меня зовут Флэш Сентри. — Кажется, совсем недавно я был на вашем месте, то есть не совсем на вашем, потому что этой школы не было в моем отрочестве, но вы поняли. Суть в том, что я помню, каково это быть загнанным на собрание вроде этого, во время которого понибудь с послужным списком длиной в ваш хвост рассказывает, что вы сможете стать таким же, как он, приложив достаточно усилий. — Но позвольте я скажу вам это, дети. Надеюсь, вы никогда не станете таким, как я. Я слышал, как рядом ахнула Принцесса Твайлайт и счел это хорошим знаком. Причем она успела выключить микрофон, я продолжил. — Не люблю рассказывать о том, что я сделал, чтобы получить все эти награды. — Я слегка выпетил грудь, позволив медалям и лентам на моей форме блеснуть на свету. — Но могу сказать, что все они заработаны моим потом, кровью и любовью к Эквестрии. Я никогда не намеревался становиться героем Эквестрии, как меня именуют. Я простой солдат, делавший свою работу. — Работу, которой, если повезет, никому из вас не придется заниматься в будущем, так как вы сможете сделать мир гораздо лучше. Но тем временем я буду стоять между вами и вещами, от которых кровь станет в жилах. Потому учитесь и трудитесь ради лучшего будущего. И надеюсь, вам никогда не придется беспокоиться из-за того, что злой дракон желает откусить вам... — Эм, спасибо, лейтенант-центри. Подошла принцесса, вежливо, но твердо отодвигая меня от микрофона. Пока я не запугал детишек окончательно. — Это весьма необычная речь. Вежливо, но вымученно улыбнулась она. — Я рад, что вам понравилось. Бесхитростно улыбнулся я. — Да, не суть. Вновь обернулась к микрофону она. — Класс, если у вас есть вопросы, то вы сможете задать их лейтенанту-центри во время празднования в кафетерии. Не мешкайте, нам надо придерживаться расписания. С этими словами она отвела меня в кафетерий, на этот раз, к счастью, без телепортов. Сам же кафетерий на таковой не был похож. Мне он напомнил хороший, ну или, по крайней мере, эффектный ресторан, чем что-либо еще. Не было видно ни сеток для волос, ни зеленой бурды. Ну и ни капли алкоголя. Но уровень хаоса хотя бы был подобающим для кафетерий. Ученики принцессы Твайлайт болтали и бегали с конца в конец зала с практически неистащимой энергией юности и оптимизма. И были там не только пони. Я заметил Грифона, Яка и даже маленького дракона. Точнее, двух, если считать секретаря принцессы. Я не сразу понял, зачем они тут. Но когда сообразил, посмотрел на принцессу Твайлайт по-новой. Подумайте. Натуральная принцесса дружба берет политических заложников. Я даже подумал, не мое ли тут было дурное влияние. Тут Сентри озвучивает достаточно популярное, хотя и не точное мнение о школе дружбы. На самом деле, упомянутые им не пони были учениками по обмену, а не заложниками. Общее удивление этим исходит из факта, что дружба не эксклюзивный для пони феномен. Из-за чего некоторые циничные историки утверждают, что включение в состав учеников не пони, который в свою очередь связан с определенными видными фигурами вроде короля Торекса, было политическим решением, а не образовательным. Ключевая разница, стоит отметить, заключается в различии между дружбой и магией дружбы. Последняя, конечно, специальность принцессы Твайлайт и ее стремление делиться этой магией со всеми существами мира, лишь доказывает ее благожелательность даже в юные годы. GMF Я глотнул свой пунш, прискорбно безалкогольный, попробовал торт и в общем и целом держался в стороне. Принцесса Твайлайт была полностью поглощена тем, чтобы не дать студентам разнести все по щепочке, благодаря чему я смог отступить на задний план. — Мистер Сентри! — раздался сзади тонкий дрожащий голосок. Я обернулся и едва не улетел. Там был подменыш — жукоглазое, жукокрылое существо с рассветкой, явно указывающей на его смертельную ядовитость. Каким-то образом я сумел не вылететь в ближайшее окно и напомнил себе, что мы, предположительно, союзники, немало частью и моими трудами. Тем не менее, молодой подменыш казался еще страшнее, и мне все время казалось, что он собирается вцепиться мне в лицо и начать вливать в глотку яд. — Эм, да! — сумел выдавить я улыбку. — Меня зовут Ацелия. Она, я так предположил, исходя из голоса, затрепетала крылышками в том, что мне, как я надеялся, показалась нервным жестом у подменышей. — Король Торакс много рассказывал о вас. — Да? — И я просто хотела поблагодарить вас за спасение улья от гнолов. — А, это! — ответил я. — Не за что. Но на самом деле благодарить надо не меня. Тем более, что я бы позволил ему сгореть, если бы не обстоятельства. Тем не менее, даже я не настолько скотина, чтобы сказать ребенку что-то вроде «Эй, малявка, я сделал карьеру, убивая твоих сородичей, так что не пытайся завоевать Эквестрию. Или мне, может, придется тебя расчленить». — Есть за что. — возразила Ацелия и обняла одну из моих ног своими маленькими насекомыми лапками. Я не взвизнул, но был близок к тому. — Если вы помогали другим пони так же сильно, как помогли подменышам, вряд ли кто-то сумеет отблагодарить вас в достаточной мере за все ваши старания. — Я делаю это не ради благодарности! — ответил я и потряс ногой в тщетные попытки стряхнуть Ацелию. — Это всего лишь моя работа! — Именно это мне вас нравится, Флэш. — Из-за меня вышла принцесса Твайла, держа хрустальный бокал с пуншем. — Что бы вы ни сделали, вы неизменно скромны. — И вы, смотрю, уже заводите друзей? — Эээ, друзей. — Да. — Я неловко поежился на трех ногах, так как за четвертую все еще держалась подменыш. — Можешь его уже отпустить Ацелия. — Добрым учительским голосом произнесла Твайлэд. — Ой, извините. — Жука-девочка отпустила меня и, взмахнув крылышками, спустилась на пол. — И я не хотела. — Знаю. — Иногда легко увлечься, когда в компании с пони будь, не так ли, Флэш? — И разрази меня громно, принцесса Твайлэд, не подмигнула. — Будь это простая кобыла, это бельстила, но от принцессы... — Достаточно, чтоб в голове зазвучала тревога. — Это случается время от времени, — ответил я. — И за неимением лучшей идеи потянулся и зевнул. — Прошу прощения, леди, день был несколько долгим, и как бы я не хотел остаться, мне лучше вас покинуть. — Уже? — спросила принцесса. — Эм... Я на ногах с хвост хода. Дела гвардии, понимаете? — Ох, верно. — произнесла принцесса и, чуть помолчав, спросила. — А где вы остановились? — Я могу попросить Спайка приготовить вам гостевую комнату? — Не нужно! — ответил я, наверное, слишком быстро. — Вы великолепно меня приняли, и я не хотел бы навязываться дальше. Я... Эм... Уже договорился с моим другом. — Вы уверены? — полушагнула вперед принцесса. — Она, несомненно, шла бы и дальше, но примчался ее дракон-помощник. Учитывая свиток в лапках и встревоженное лицо, ситуация запахла официальным делом принцессы, с которым я, конечно, не желал иметь ничего общего. — Спокойной ночи, принцесса, спасибо вам за теплый прием. Я быстренько поклонился и ускользнул так быстро, как позволяла вежливость. Принцесса от Вайлл помахала вдогонку, не отрываясь от свитка, позволив мне уйти. Оказавшись вне школы, я быстро долетел до дома Карет, уютного двухэтажного коттеджа на главной улице Паниви. Каким бы он ни был скромным, его вида было достаточно, чтоб поднять мне настроение. Я был ответственным очень и очень долго. И, как понял, заслужил выпить хоть что-нибудь хорошего. Как минимум, у Карет найдется Сидр. Ну, или она могла прикупить что-нибудь, пока я был занят. Если на нее, конечно, не напали ниндзя или кто-то еще. Дверь не была заперта, неудивительно, учитывая, насколько мирен Панивиль. Ну, между нападениями чудовищ, по меньшей мере. Я вошел и споткнулся, а скамеечку для ног настолько было темно. Я сжал зубы и потер подбородок. «Знаешь, могла бы и свечи зажечь, чтоб настроение создать», — произнес я. «Тишина». «Кареттоп!» — позвал я. «Есть кто дома?» «Ничего». Я пошарил в темноте и нашел свисающий с потолка шнурок, за который дернул. На потолке тут же зазветилась лампа, освещая всецело нормальную обстановку дома Каретт. На мой взгляд, привлек аккуратный белый конверт на кухонном столе. И что бы ни показалось, что это какое-то мусорное письмо, на нем было написано всего одно слово — «Сентри». Я развернул письмо. Я бы солгала, если бы сказала, что не наслаждалась тем, что между нами было. Но мы оба знаем, что продолжаться так не может. Притворяться иначе может быть опасной наивностью. Я хотела бы сказать это лично, но, наверное, я в конце концов труслива. У меня мало времени, так что скажу просто. Я оставляю тебя, Сентри. Так будет лучше для нас обоих. Не ищи меня! Кэрот Топ. Кухонное кресло скрипнуло под моим весом. Я перечитал письмо второй, третий раз, ища какой-то намек, тайный код, какой-то шанс, что все это часть хитрого шпионского плана с участием Кэрот. Но, конечно, ничего не нашел. Самое лучшее, что я мог сказать, оно настоящее. На его обороте нашелся рыжий вьющийся волос. Убедившись в подлинности письма, я тяжело и прерывисто вздохнул. Не было времени сидеть и стенать, как подростку с разбитым сердцем. Нет. Сделать тут можно было лишь одно. Я пойду и напьюсь в хлам. Глава вторая. Я отправился в единственную таверну Паневиля. Простое маленькое местечко, каковыми были и прочие заведения городка. Ночь была тихой, и это означало, что сливого цвета кобыли, подававшая напитки, приходилось выслушивать мой нескончаемый монолог, пока я опрокидывал сидр за сидром. Бедолага. Она была единственной кобылой, которая любила меня таким, какой ей есть. Шмыгнул я, жалея себя. А я на самом деле ужасный пони, творивший ужасные вещи. Это кое-что говорит о качестве местного сидра. Он мог пробить на честность даже подлеца, вроде меня. Не сказав ни слова, кобыла налила мне еще кружку. Но это же впитывается не так. Я ужасен. Не делает ли ужаснее ее то, что она терпела все это? Вина по ассоциации и все такое. То есть, мне лучше будет без нее. Я кивнул себе, позволяя унынию обратиться радостью. О, это может быть лучшим, что происходило со мной. Да, это возможность сделать в жизни шаг вперед. Мне просто нужно быть оптимистичнее, вот и все. Чтоб подпитать оптимизм, я глотнул из кружки и стер пену с верхней губы. Как говорится, лучший способ перешагнуть через кого-то — это оказаться под кем-то другим. Кобыла застойка и загнула бровь. Она была довольно симпатичной. В том крепком земнопоньском стиле. На ее метке был какой-то фрукт и гроздь винограда, что наводило на мысль укусить ее за круглый задок. Но я все же знал, что хороший трах стоит поискать где-нибудь еще. Она слушала мои стинания на протяжении полудюжины сидров, что выставляла меня в самом нелестном свете. «Нет», — понял я. «Мне надо поискать милую, юную поньку, которая будет очарована легендой лейтенанта Флэши Сентри, героя Квестри. Я, конечно, знал, где ее найти». Потому он допил сидр, заплатил и направился к замку принцессы Твайлэд. Выпей я меньше, то понял бы, что это просто ужасная идея. Выпей я больше, и мне хватило бы лишь на то, чтобы отрубиться в какой-нибудь канаве. Но я набрался как раз до того уровня, когда задница начинает искать приключений. Не могу не заметить, что это прямо метафора моей жизни. Можно подумать, что соблазнение принцессы будет делом сложным, но не то, чтобы я не проделывал этого раньше, вроде бы. Но даже без этого один взгляд на замок дружбы принцессы Твайлэд Спаркл сказал мне все, что необходимо об ее охмурении. Видите ли, у нее был балкон. Если вы, дорогой читатель, не настолько кобылий угодник, как я, скорее всего, нет, то мне нужно рассказать вам кое-что о романтике. Балкон — это фактически архитектурное приглашение к любовному свиданию. Это настолько впиталось в нашу культуру, что всякий писак, о котором желает коснуться вашего сердца, выведет героиню на балкон. И будьте уверены, ее любовный интерес окажется под ним, готова ее очаровывать. Всякий раз, как юная кобылка видит это в книге, на сцене или где-то еще, она все сильнее начинает хотеть, чтобы точно так же произошло и с ней. В конце концов, она вырастает во взрослую кобылу с собственным домом, с балконом, который чисто по совпадению ведет в ее спальню. Ну и вот. А как все знают, принцесса Твайлэд прочла множество книг. Я сделал круг вокруг древа замка, изучая обстановку. Было бы нехорошо случайно ее разбудить. К счастью, принцесса еще не спала. Она сидела за письменным столом в уголке. Как мне показалось, записывая что-то в дневник. И решил дать ей что-то, действительно стоящее записи. Щегольски взмахнув крыльями, я приземлился на освещенную часть ее балкона. Поначалу она меня не заметила, занятая какими-то письмами перед ней. Но все же я не мог не полюбоваться, как аккуратно к ее бокам прижимались крылья. Мне вот этого всегда не хватало в отношениях с земной пони. Конечно, Кэра Топ была весьма привлекательной в опасном стиле. Но оперения у нее не было никакого. Это говорит кое-что о паре больших крыльев у Пегаски. Ну или у принцессы в данном случае. Кэра Топ увидит королевский консорт флэш-сентри. Тут совершенно искренен. Но я забегаю вперед. Принцесса Твайлетт продолжала работать, пока я не постучала в окно и не кашляну. Принцесса вскинула голову от удивления и посмотрела в мою сторону. Флэш! Ее голос был слегка приглушен стеклом. Могу ли я войти? Очаровательно улыбнулся и галантно поклонился я. Да, конечно, впустила меня принцесса. Это немного неожиданно. Я не мог заснуть, ответил я. Вышел на небольшую прогулку и увидел, что вы еще на ногах. Решил зайти и дружески поболтать. А-а-а-а, произнесла принцесса и начала мило краснеть. Она была прекрасна, но парадоксальна. Принцесса Твайлетт обладала скромной невинностью юной школьной учительницы и в то же время царственно идеальным телом принцессы. Принцессы с большой буквы. Очки или золотая тиара были бы одинаково подходящими аксессуарами, хотя одновременно их было бы слишком много. Я не ожидала вас, но рада, что вы пришли. Но... Она отвернулась, чуть прикусив губу. О-о-о, тут все пройдет легко. Мне... Мне нужно кое-что сказать вам, Флэш. Я весь в внимании. Когда я пригласила вас выступить в моей школе, у меня были иные намерения. Действительно? Я изобразил легкий шок и подавил улыбку. Будет куда проще, чем я подумал. Вы нужны мне, Флэш. Принцесса Твайлайт моргнула и тут же разразилась потоком уточнений. То есть... Ух, мне нужен пони вроде вас, Флэш. Погодите, так звучит еще хуже. Я хотела сказать, мне нужна ваша помощь. Да? Даже в полупьяном состоянии я понял, что, Блип. И улететь не могу. После того путешествия в Спайтспайр я прочла ваше досье. П-правда? Мой голос чуть дрогнул. Исключительно с профессиональными целями. Не то, чтобы я преследовала вас или что-то вроде... Просто исследование, понимаете? Просто исследование вас. Польщен. Наверное. И должны быть. Кивнула принцесса по какой-то необъяснимой причине, гордая мной. Ваш послужной список идеален. Вы отважны, вы умны. И, может быть, более важно то, что вы осторожны. Эээ... Я попытался придумать что-то, чтобы выкрутиться, но принцесса подняла копыта. Я знаю, вы работали на Квестрийское разведывательное управление и часто. Потому я и попросила вас прибыть в Панивиль, Флэш. Эээ... Ответил я, несмотря на комок в кишках. И в чем же дело? У меня есть подруга, Флэш. Более чем одна, надеюсь? Произнес я. Какой бы ужасной моя шутка ни была, принцесса Твайлайт рассмеялась. Очень приятный звук был. Я бы насладился им подольше, если бы она не намеревалась отправить меня в пасть. Может, даже буквально верной смерти. Это так, но эта подруга, она другая. Наши отношения несколько сложные. Я думаю, и некоторые мои другие подруги до сих пор ее немного подозревают. Они на самом деле немного напуганы. Но после всего, что произошло, винить их я не могу. Так, эээ... В чем проблема? Моя подруга странствует по миру. И мы держали связь с письмами до недавнего времени. Я начала осторожно наводить справки, и лишь час назад получила письмо, подтвердившее мои страхи. Моя подруга пропала. Это означает, что с ней произошло нечто ужасное, или может означать, что она снова обратилась ко злу. Я хотела бы поискать ее сама, но не могу. То есть, я более чем уверена, что школа дружбы может работать и без меня. Но это очень большое но. Если моя подруга действительно вновь стала злодейкой, и понебудь вроде канцлера Нейсея узнает, аккредитованная она или нет, он сумеет найти способ закрыть мою школу. И, может быть, даже будет прав. Всхлипнула принцесса. Из многих, слишком многих опасностей, что мне встречались, самый ужасный был вид плачущей принцессы. Потому что, когда она смотрит на вас с большими, полными слез глазами, то даже прожженному под лицу вроде меня хочется сделать что-нибудь, что угодно, лишь бы это прекратить. И неважно, насколько бесконечно неописуемо глупо это может быть. — И чем я могу помочь? — обрек я себя. Принцесса Твайлэйд засветилась. Ее ушки вздернулись. — Я знала, я знала, что мог рассчитывать на вас, Флэш! Она бросилась на меня, заключив удивительно крепкие объятия. И хоть такая близость была именно тем, на что я рассчитывал буквально минуты назад, очень незнакомое чувство надвигающегося рока погасило мое либидо не хуже ведра длиной воды. Для пони ваших качеств и умений это будет просто. Я уже собрала информацию о месте, где ее видели в последний раз. Там вам придется выследить ее и помочь, в какую бы проблему она ни попала. А если она все же обернулась козлу и никогда не была моей подругой, вам придется ее остановить. — Понятно, — пропыхтел я, несмотря на то, что принцесса выдавила из меня весь воздух. — Только один вопрос. — Да. — Принцесса отпустила меня и отступила назад. — Просто кого же мне искать? — Ее зовут Темпест Шэдоу.